МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Того действия, которое случится здесь, ровно через неделю. Здесь, на Чижовка-арена, практически все готово к предстоящему матчу. Уложен харт, на котором мы победили. Индерландо, Кишвейцар, ажиотаж невероятный. Все билеты на предстоящий финал проданы. Американки – чрезвычайно сильная команда. Только представьте себя, оба полуфинала последнего и ООС Оупен были представлены теннисистками из США. Три девушки, сыгравшие в тех матчах, прилетят сюда, в Минск, в том числе и победительница открытого чемпионата США по теннису Слон Стивенс. Нет сомнения, что для наших молодых теннисисток это будет самый сложный матч, матч жизни. Но мы-то знаем, что они могут победить любого, в том числе и американок, для того, чтобы поднять над головой тот самый заветный кубок. Кубок, который в эти секунды вносят в студию главного эфира. Вот он, тот самый кубок – мечта любой женской теннисной сборной мира. Здесь выгравированы имена победителей предыдущих лет. Надеемся, появится в юбилейный 55-й год розыгрыша кубка и надпись «Беларусь». А вот насколько сложно организовать финал, спросим прямо сейчас у директора Беларусской теннисной федерации Антона Юспа. Антон Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну давайте сразу начнем про кубок. Его доставляли на Макайонка. Это превратилось в настоящую спецоперацию. Как он доставлялся в Беларусь? Да, действительно, в соответствии с условиями контракта, который подписала Беларусская теннисная федерация с Международной теннисной федерацией, мы обязаны обеспечить некоторые условия сохранности этого замечательного кубка. Соответственно, у нас была нанята логистическая компания, которая доставляла его из Лондона и уже потом в процессе передавала Беларусской теннисной федерации. Охранники сопровождали? Естественно. Мы это по условиям контракта обязаны обеспечить. Уже в процессе Беларусская теннисная федерация его хранит уже в укромном месте. Ну, насколько я знаю, доставку сюда на Макайонка кубка вы тоже согласовывали с Лондоном, да? Естественно. Все движение кубка в стране и в городе Минске согласовывается только с Международной Теннисной Федерацией. Просто так его взять и привезти куда-нибудь невозможно. Ну, нам повезло, мы рядом посидели с этим кубком. Не разрешают прикасаться к кубку без перчаток, но, по крайней мере, так вот близко посидеть рядом с ним. Нам повезло, а повезет ли минчанам? Да, действительно. По инициативе председателя Организационного комитета по проведению Кубка Федерации, мы решили перед официальной жеребьевкой, которая состоится 10 ноября 2017 года в городской ратуши, с 9 часов утра до 11.30 мы его выставим для обозрения для всех желающих, гостей и жителей столицы. То есть с 9 до 11.30 можно подойти к ратуши, встать в живую очередь, подойти, и кубок будет стоять, наверное, в какой-то колбе, я так понимаю, да? Именно так и будет, он будет специально обозначен, именно перед входом ратуши, что любой желающий сможет с ним сфотографироваться или посмотреть, что он из себя представляет. Я боюсь, пробки будут говорить. Это рабочий день, я думаю, что... Это спасет. Но если говорить о предстоящем турнире, то остается буквально неделя, и как идет подготовка к предстоящему матчу? Подготовка идет в плановом режиме, все идет в соответствии с утвержденными планами, то есть на сегодняшний день мы дорабатываем уже те детали, которые еще необходимо отшлифовать. Общие вопросы глобально уже решены. На сегодняшний день уже представители Международной Теннисной Федерации присутствуют в городе Минске, и мы совместно одной командой работаем для достижения той цели, которую мы перед собой поставили. Насколько я знаю, при организации таких матчей все прописано досконально, буквально каждый шаг прописан. Насколько скрупулезно ITF подходит к организации финала? Очень скрупулезно. Приезжают более 20 представителей Международной Теннисной Федерации, которые только вовлечены в процессы протокольные, в организации мероприятий, церемоний, официальных встреч, потому что финал это не полуфинал, не четвертьфинал, это другое событие для всего тенниса и мирового в том числе. Поэтому представители Международной Теннисной Федерации очень тщательно отслеживают все расписание, которое будет у всех гостей и у Кубка в том числе. Но, насколько я знаю, жеребьевка будет, в общем-то, небанальным событием, да? Да, об этом позаботился Организационный комитет нашей Республики Беларусь. И, естественно, в этот раз он будет отличаться от предыдущих жеребьевок. И я думаю, что все пришедшие просто получат огромное удовольствие. Вот понятно, что чем ближе финал, тем сложнее будет получить какую-либо информацию из стран команд. Спрошу просто. Как чувствуют себя наши девушки? Как вообще настроение? Ну, на сегодняшний день, как мне известно, все идет в планном режиме. Все запросы мы удовлетворяем по мере их поступления. Я думаю, что девушки должны подойти в полной форме к самому ответственному... Как это самочувствие? Как боевой настрой? Ну, на сегодняшний день, как рапортуют нам врачи, что и тренерский штаб все идет в планном режиме. Я писал въезд на арене, не тренировались, все нормально, все будет хорошо. Спасибо большое. Антон Юспа в студию главного эфира принес тот самый Кубок Федерации, за что вам огромное спасибо. Будем надеяться, что ровно через неделю этот Кубок над своей головой поднимут, сами знаете кто. Ну, чтобы не сглазить, не буду говорить. Ну что ж, а раз уж все билеты проданы, мы еще раз напоминаем за ходом матча. Вы сможете следить в прямом эфире телеканала Беларусь 5. Финал Кубка Федерации мы покажем, разумеется, в прямом эфире в следующую субботу и воскресенье. Любовь. Это не быть одному. Любовь. Это порой и боль. Любовь. Часто это страсть. Любовь. Это победа всегда. Беларусь. Мы любим. Мы ждем. Мы идем. А ты? Ты идешь со мной? Беларусь. Побеждай. А теперь к тому, что было на минувшей неделе. Итак, сегодня в главном эфире. Теплая встреча в жаркой стране. Подогреваем к себе интерес инвесторов. Кредитное соглашение о привлечении 25 миллионов долларов. Что объединяет с объединенными эмиратами? Налаживаем связи, подписанные на вязи. Из-за 5000 километров находим возможность переговорить. С мыслью о родине, даже вдали от нее. И саммит с соседом на другом конце мира. Отчего ли к столице мрачны, как туча? Громогласный ответ градоначальника. Через несколько лет это будет достойным объектом. Что нам стоит дом перестроить? Кто разморозил долгострой перед холодами? Впервые нога журналиста заходит внутрь этого комплекса. Добро пожаловать. О плане центра. Без белых пятен. Проблема буквально с доставкой на дом. Как поднять доверие к подъемному механизму? Иногда страшно ездить, потому что боимся, чтобы они застряли. Очень надо, чтобы тема не зависла. Ведь вопрос не обойти и не перепрыгнуть. Вы не только о собственной прибыли должны думать, но и о решении государственных задач и о безопасности граждан. Должно быть быстрее, выше, сильнее. Поднимаем лифты на новый уровень. Программа «Он Эйр» о земном и о небе. Кто ввысь бы рад, да закон не пускает. Отчего коптеры не летают, как птицы? Острый ответ на вопрос по Островскому. Это как бы тупик. Лови сюжеты в главном эфире. Мы скажем «поехали» прямо сейчас. Футуристические технологии будущего, как будущее белорусско-эмиратских отношений. В ходе рабочего визита Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты в фундамент партнерства были заложены такие глыбы экономики после завтрашнего дня, как высокие технологии, космос и медицина. Космической же сложности. Сегодня в Эмиратах рабочий день и сегодня же прошла ключевая встреча в рамках визита с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего шейха Мухаммедом Бен-Заидом Аль-Нахаяном. Откровенно и доверительно лидеры обсудили нынешнее состояние отношений и договорились расширять рамки сотрудничества новыми масштабными проектами. И расти есть куда. Например, медицина для многих станет откровением, но именно Эмираты планируют первыми в мире полностью перевести здравоохранение на базу искусственного интеллекта. Это позволит не просто лечить болезни, а предупреждать их. Кстати, обмен знаниями взаимный. Эмиратские врачи и управленцы от медицины готовы перенимать и белорусский опыт, особенно в диагностике, хирургии, лечении редких заболеваний. Там, где сильна наша врачебная школа и практика. Абсолютно естественно. Стыкаются и две стратегии Беларуси и Эмиратов. Наша по переходу к электронной Беларуси и наших партнеров по тотальному внедрению искусственного интеллекта. Здоровая амбиция есть с обеих сторон. Например, Эмират Дубай планирует стать первым регионом мира, управляемым по технологии блокчейна. А это серьезный шаг к умному городу будущего. Такой городской интеллект на порядок лучше человеческого сможет регулировать все сферы хозяйства мегаполиса. От светофоров до подачи электроэнергии и воды. Экономия и на чиновниках, и на ресурсах, которые не только в заливе, но и у нас на вес золота. Чем еще запомнится шестой по счету рабочий визит Александра Лукашенко в Эмираты? Какие еще сферы могут и должны стать приоритетами будущего развития? В материале Андрея Кривошеева. Шестой рабочий визит президента в Арабские Эмираты как маркер ценности этого региона для белорусской политики и экономики и взаимного дружеского притяжения и расположения. В исламском мире и арабских странах особенно гостей в свой дом приглашают нечасто и очень щепетильно. Поэтому предложение белорусскому лидеру задержаться на пару дней и параллельно с рабочей программой отдохнуть – это знак особого доверия. Вообще на Востоке любят красивые образы и символы. Каждое протокольное мероприятие имеет глубокое внутреннее, далеко не ритуальное содержание. Например, как подчеркнуть, что и Белоруссия, и Арабские Эмираты своей главной ценностью миссии считают донорство стабильности и спокойствия в регионе? Ответ здесь, у мемориала «Вахат Аль Карама». В переводе с арабского – «Оазис достоинства». Осмотр мемориала-символа в честь павших за безопасность своего государства и региона, венок от белорусского лидера и запись в книге почетных гостей. Так же, как плиты мемориала архитектурно играются друг на друга, так и Беларусь находят в Эмиратах опору во всем арабском регионе. А официальный Абудаби с опорой на Минск расширяет присутствие в Евразийском экономическом союзе и СНГ. И то, что параллельно с осмотром мемориала идет откровенный диалог президента с влиятельным директором службы по делам семей мучеников администрации наследного принца Абудаби – тоже не случайность. Расстаются по-дружески, с подарками. Приоритет и планка, заданная лидерами Беларуси и Эмиратов – выход на взаимный товарный, технологический и инвестиционный годовой оборот в размере миллиарда долларов. Причем по содержанию это должны быть самые передовые проекты. На два шага, опережающие современные технологии. Трехкратный рост белорусского экспорта с января по август и подписанное кредитное соглашение на 25 миллионов долларов – показатель серьезности и обоснованности таких амбиций. Фонд поддержки предпринимательства имени Халифы, несмотря на относительную молодость в финансовом мире, один из самых успешных по поддержке малого и среднего бизнеса. Примечательно, что до этого фонд кредитовал в основном исламские страны и регионы. От того инвестиций в Беларусь – еще один жест высокого доверия. Недорогие кредитные ресурсы Белорусский банк развития предложат бизнесу уже с начала будущего года. Сегодня с помощью этих средств мы расширим линейку кредитных продуктов и с начала 2018 года сможем предложить недорогие кредиты в долларах для тех, кто хочет построить свое дело. Безусловно, ОАЭ сложно в одночасье в мире скорректировать репутацию исключительно богатейшей нефтяносной державы с тугим кошельком. Тем более, что доходы от углеводородов действительно колоссальные. Но последние десятилетия Эмираты инвестируют в самые передовые технологии человечества. Например, здесь впервые в мире появился отдельный министр по искусственному интеллекту. А к 2020-му Дубай планирует стать первым городом на Земле, перешедшим на технологию блокчейна в управлении. Умный город сэкономит полтора миллиарда долларов и отменит минимум 100 миллионов бумажных транзакций в год. Возможно, миру уже пора менять восприятие Эмиратов. То, что у арабских Эмиратов и вообще у тамошних стран хороший тугой кошелек, так это хорошо. Это нормально совершенно. Если они открыты к инвестициям, так это, слава богу, надо приветствовать, этим надо пользоваться. Они давно притащили к себе и развили очень серьезные технологии в очень многих отраслях производства и промышленности. Но, во-первых, кошелек рождается на нефти. Чтобы нефть правильно добыть, правильно продать и так далее, это тоже, между прочим, технология. Участвовать в космических программах участвуют. То, что они делают с перекройкой своих пространств, это высочайшие технологии сегодня. Именно о высочайших технологиях и мегапроектах как фундаменте будущей совместной экономики ключевые переговоры в рамках рабочего визита президента. С наследным принцем Абудаби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммедом Бензаидом Аль-Нахаяном обсуждали весь спектр отношений. Но акцент сделали именно на новациях. Должен откровенно сказать, что мы вас на этот раз многое посмотрели. От сферы туризма до лучших образцов здравоохранения. И я вам благодарен за то, что вы по-братски, честно, искренне открыли нам дверь в любой дом, в котором мы хотели побывать. И прежде всего, тот госпиталь, который мы посетили, он вообще нас поразил. Ну и, конечно же, очень важно, мы всегда с вами встречаемся по-дружески, вам спасибо за это. Очень важная сфера двусторонних отношений. В прошлый раз мы договорились по ряду направлений, сотрудничество. И эти направления мы вместе с эмиратской страной пытаемся развиваться. Медицина в Эмиратах действительно национальный приоритет. Об этом не говорят широко, но ОАЭ, например, входит в узкий пул стран, развивающих ядерную медицину. Супердорогие технологии, которые по карману в основном лишь таким экономическим гигантам, как США, Япония, Германия и Россия. Кстати, в этом же клубе и Беларусь свой первый ПЭТ позитронно-эмиссионный томограф. Мы ввели в 2015-м. Подсмотреть модели развития по секторам экономики в Арабских Эмиратах можно не только в туризме и медицине. Колоссальное значение имеет транзит, логистика и перевозки. Грузов, пассажиров. Кто хоть раз летал через Дубай, согласится. Это один из лучших, если не лучший, авиахаб в мире. Беларусь много зарабатывает на транзите. И пример ОАЭ для нас поучителен. Вложив очень большие средства в дифферсификацию экономики, они сделали транзит. Очень мощная опора своей экономики. Живут уже не только нефтью и газом. Вещь полезная для тех, кто хочет подражать. Живут уже, собственно говоря, в том числе и самым мощным в мире аэропортом, где наибольшее количество пассажиров переваливается. Для нас, в принципе, это тоже актуальная вещь. Мы развиваем свою систему аэропорта. Мы строим сейчас мощный логистический центр. В первую очередь уже введена в китайско-белорусском министеральном парке «Великий камень». То есть, конечно же, те успехи, которые делает ОАЭ в диверсификации своей экономики, важны и для Беларуси. Эмираты исключительно важны для Беларуси и в современной конфигурации реальной политики. Когда каждый голос в твою поддержку – дополнительная гарантия суверенитета. Плюс у Абу-Даби колоссальное влияние в арабском мире. Республика Беларусь всегда выступала за равноправные отношения в международном сообществе. И Республика Беларусь была, например, единственной европейской страной, несколько лет назад представленной на саммите мусульманских государств. Нашего президента очень хорошо принимают в этом сообществе. И как раз такие крупнейшие политические игроки в мусульманском мире могут оказать не только помощь в продвижении на свои собственные рынки, но и в целом открыть для нас очень большой мусульманский мир. А это тоже очень серьезная перспектива. С такой рекомендацией, как Эмиратская, Беларуси на порядок проще заходить в новой для нашей дипломатии экономике страны. Это как поручительство в банке. А в случае с Эмиратами, все равно, что за вас бы поручился один из самых богатых и влиятельных банкиров страны. Объединенные Арабские Эмираты – это хороший политический союзник. Это страна влиятельная. Это страна с хорошим лобби в Европейском Союзе. Много сторонников у нее в США. Страна, которая в западном мире пользуется уважением авторитетом. И в силу этого, конечно же, отношения с ОАЭ – это, в том числе, новые возможности для Беларуси, в том числе с теми партнерами, с которыми пока что не выстроен тот уровень отношений, который хотелось бы иметь суверенной Беларуси, которая не имеет никаких агрессивных стремлений. Страна, которая отличается миролибовой политикой, вносит свой вклад в региональную и глобальную безопасность. То есть, конечно же, в этом отношении нам важны все партнеры. Как и Беларусь, Арабские Эмираты последние два десятилетия – это одна большая стройплощадка. Здесь возводят самые амбициозные архитектурные проекты в мире. От всемирно известной Будж-Аляраб – Арабской башни, или в простонародье Дубайский парус, до целых островов. Отвоевывая у моря и пустыни по клочку земли под новые оазисы. Где стройка, там строительная техника. Белорусская – конкурентна. У нас как раз работают и представительства наших крупнейших тракторостроительных, автомобилестроительных предприятий. И поскольку в Арабских Эмиратах и в целом в этом регионе идет достаточно активное строительство и специфические климатические условия, где наша техника как раз является очень конкурентоспособной, то это тоже одно из возможных перспективных направлений. И снова к символам. Президент Белоруссии преподнес в дар наследному принцу Абудаби декоративное панно «Золотой орел». Выполнено с использованием дерева и уникальной технологией чеканки. Плюс еще один подарок, который как нигде в мире оценят именно на Арабском Востоке. Сабля. Конечно, в восточном стиле. И еще важная встреча на гостеприимной арабской земле с президентом Украины. Учитывая весь комплекс двусторонних отношений и грядущий первый форум региона в Белоруссии и Украине, не поговорить. Даже за тысячи километров от дома о содержательной повестке лидеры не могли. Хорошо, что мы и за пять тысяч километров находим возможность переговорить, друг с другом обсудить проблемы, которые вот на злобу дня, несмотря на то, что действительно та дорожная карта, тот план, который мы прописали с вами, реализуется. В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, за три миллиарда долларов, наверное, три с половиной уже на сегодняшний день где-то будет. Но у нас есть очень хорошая возможность и опыт, я думаю, для вас тоже это не проблема, расширить наше сотрудничество за счет сотрудничества на прямую региону. Мы в Гомеле готовимся к тому, чтобы провести, как мы договорились, первый форум регионов Украины и Белоруссии. Думаю, что они дадут нам новые импульсы для развития между двумя странами, да и нам будет полезно знать, в чем непосредственно нуждаются люди наши. Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тем курсам, по которым мы договорились. Ну а сегодня у нас есть возможность обсудить те вопросы, которые нуждаются в каком-то дополнительном импульсе с нашей стороны. Я хочу вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными. Если мы обещаем, мы это делаем и я вам хочу это гарантировать и на будущее. Петр Порошенко подчеркнул, что держит все вопросы партнерства от торговли до границы на личном контроле. Вряд ли подлежит сомнению, что и Беларусь со своей стороны хоть на йоту отойдет от тех соглашений и приоритетов, что были выстроены из соседней Украины и с далекими Эмиратами. Этого не позволит сделать ни здравый смысл, ни репутация Беларуси как страны, что держит слово. В современном мире, будь то арабском, европейском или глобально, такая репутация просто бесценна. Андрей Кривошеев, Алексей Мартиненок и Ольга Макей. Направление Эмираты. В главном эфире. Об экономике глобальной, новых рынках сбыта белорусской продукции, системе образования для общества, основанного на знаниях, говорили на неделе экономисты и госуправленцы, банкиры и финансисты в Минске на пятой конференции Кострышницкий экономичный форум. В этом году двухдневный обмен мнениями проходил под общим названием «Основа будущего». Почти 600 участников. Каждому дает возможность озвучить свои идеи, касающиеся того, как будем жить и развиваться дальше. О чем спорили на заседаниях и во время неформального общения белорусские и европейские спикеры, знает наш корреспондент Светлана Лукинюк. Здесь те, кому есть что сказать и обсудить, кому интересны процессы мировые и кто готов рассматривать Беларусь в тесной связке с ними. В этом зале об экономике глобальной говорят пятый год подряд. Основная тематика меняется, исходя из ситуации на финансовых, нефтяных, энергетических либо экспортных рынках. Так, в 2013 году говорили о новых возможностях и старых вызовах. Через год в 2014 о потенциале частного сектора. В 2015 году большое внимание уделялось выбору для экономики Беларуси, а в 2016 реформам для вовлекающего роста. В этом году участники Кастриджского форума закладывали основы для будущего. Дискуссии, да что там даже горячие споры на заседаниях и в кулуарах. Критика и полярность взглядов здесь на ура, как и разнообразие СМИ из разных стран. Мы видим, что в Беларуси экономический рост начался. Он медленный, но верный. С этим, согласны многие международные эксперты, 1-2% роста в год на протяжении ряда лет, конечно, это не так много, как в странах Западной Европы. Положительные тенденции в экономике отмечает и один из отцов польских реформ от 90-х годов Марек Домбровский. Он завсегдаты наших минских встреч. Уверен, рецессия уже в прошлом. Положительный фактор, что удалось достичь этой стабильности, я бы сказал, возможно, первый раз в истории независимой Беларуси, например, уровень инфляции. Но надо заботиться про будущее. Взгляд на перспективу – это либеральный пакет. Восемь документов подписаны на подходе указ по ПВТ и декрет по развитию предпринимательства. Как только документы заработают, Беларусь рассчитывает подняться выше и в дуин-бизнесе. Ежегодно мы составляем рейтинг по странам. И на данный момент Беларусь занимает в нем 38-е место. Это очень хороший показатель. И это официальное признание успехов правительства в деле либерализации и улучшения инвестиционного климата. Это хороший сигнал для иностранного капитала. Нам нужны прямые инвестиции, в том числе и в малый бизнес. Такие шаги поддержаны и Евросоюзом. Подписано соглашение на 6 миллионов евро. Как раз на открытие частного дела в регионах. У нас хорошее сотрудничество с вашей страной. И мы рады, что Беларусь готова принимать дополнительные меры для поддержки малых и средних предприятий. Мы готовы в этом участвовать. Также Евросоюз продолжит поддерживать Беларусь и в переговорах с Международным валютным фондом. Сейчас миссия работает у нас. И заявления по итогам ждем к концу следующей недели. Вот показатель ВВП на душу населения стран с 95-го по 2017-й год. Вы прекрасно видите, что Беларусь прогрессировала. Но это лишь середина пути. Беларусь по уровню доходов населения опережает своих соседей по СНГ, но не столь богато, как страны-новички ЕС. Европа вместе с признанием достижений дает и рекомендации. Где еще прибавит, чтобы рост того же ВВП в следующем году на 3,5% был достигнут. Ведь ставку делают в том числе и на бизнес. Во-первых, необходимо укреплять права собственников имущества, защищать их. И второе, нужно упростить систему уплаты налогов. Что касается получения кредитов от МВФ, то, как заверяет правительство, деньги не самое важное. Фонд воспринимается инвесторами как глобальный аудитор для прихода внешнего капитала. У нас разошлись видения скорости реализации некоторых действий. Вот, собственно, и все. И мы объяснили, почему они разошлись. Потому что, давайте будем откровенны, реформы ради реформы, наверное, это неправильно. Реформы проводятся для чего? Для того, чтобы повысить эффективность чего-то и получить некий результат. Причем результат, который будет понятен и поддержан обществом. На что нацелены власти, так это на повышение производительности труда. Это в конечном счете и рост зарплат, и доходность самих предприятий. Ценовая стабильность также приоритетна для Нацбанка. Мы поставили перед собой конкретные цели по достижению инфляции не более 5% до 2020 года. В основе финансовой стабильности лежит в целом экономическое благополучие наших предприятий. И здесь у нас предстоит вместе с правительством большая работа по повышению эффективности их деятельности в ближайшем будущем. Прибыльность нашего реального сектора зависит и от платежеспособности главных покупателей. Мы ищем новые рынки, но важным из них остается российский. На нем завязаны многие. Но мы прекрасно знаем, что появляться начинают новые барьеры. Они связаны с неспростыми отношениями в части ввоза продовольствия в Российскую Федерацию. Тем не менее, если вы посмотрите, продовольственный импорт России. В Беларусь это 13%. Суммарно весь Евросоюз 20-21%. То есть Беларусь вторая после суммы Евросоюза. Экономика же России по-прежнему зависит от ситуации на сырьевых торгах. Уповают на нефть как главный источник валюты. И ждут хороших цен на нее. Даже на 20 лет вперед других ставок не делают. Можно ожидать, что и после 2040 года экспорт сырья, в основном даже углеводородного сырья, будет оставаться для России основным. Но сейчас мы видим, что по стоимости 85% российского экспорта – это сырьевой экспорт. Это не только нефтегаз. Это еще и уголь, это металлические руды, это лес, алмазы. Но это все сырье. Это невысокотехнологическая продукция. Беларусь же наоборот делает ставку как раз на цифровую экономику. Ай-Ти-сектор и образование. Ему посвятили часть дискуссий на форуме. Сегодня мы присматриваемся к эстонскому опыту, а значит к финской методике. Когда я ходила в школу, наши учителя преподавали как боссы. Сейчас дают рекомендации как детям, так и ученикам. Учитель скорее наставник. Первые три года никаких оценок. Случается, что в классе присутствуют три или даже четыре учителя одновременно. Мы стараемся уйти от занятий после школы и дать все необходимые знания на уроках. На боте перемен сегодня и среднее образование в Беларуси. Гимназии остаются, но вот экзаменов для поступления не будет. Разрабатываются критерии отбора. О них станет известно до конца ноября. Программа гимназичная не будет спрощена. Гимназия застанется гимназией. Программа не будет спрощена. Сколько с годинов, сколько было, столько застанется. Иншая справа, что школам, не всем школам, а тем, где они захочут и где они смогут, будут открываться додатковые гимназичные классы. Причем будут открываться с пятого класса так сами. Одномоментно все перекраивать в среднем образовании Беларуси не будут. Переходный период до 2020 года. Первые же итоги новых подходов смогут обсудить в этом зале через год уже на следующем Кострышнинском форуме. В главном эфире Светлана Лукьянюк, Вероника Бута, Алексей Правдиков и Николай Рузавин. Кстати, через два года зарубежные гости Кострышнинского форума вполне вероятно смогут заселиться в новый шикарный отель, который пока носит негордое имя самого долгого и известного в стране долгостроя. Это тот самый Кимпинский или не Кимпинский, как его назвали позже. Все пошло не так с самого начала. Первым сигналом к тревоге бдительных минчан стал снос памятника архитектуры первой столичной электростанции. Дальше больше. В прямом смысле этого слова здание получилось уж слишком упитанным и перекрыло весь живой и зеленый вид с проспекта. А хуже некуда стало, когда комплекс не сдали вовремя к чемпионату мира по хоккею в 2014 году. Владелец столкнулся с финансовыми трудностями и стройку заморозили. Три года площадка пустовала, многие требовали снести здание, но снести нельзя, слишком дорого. Вот такая сплошная череда неувязок была до конца этого сентября. Пока у комплекса не появился новый владелец Сбербанк Капитал. Дочерняя компания российского Сбербанка серьезно взялась за объект и готовится сдать его к 2020 году, новому сроку, поставленному президентом, и превратить это здание в высокоуровневый брендовый отель с мировым именем. Но самое главное, Сбербанк Капитал хочет изменить мнение Минчана об этом объекте и сделать из этого пока еще долгостроя любимый горожанами комплекс в центре столицы. Так что же там будет и какая картина сейчас внутри здания? Наша репортера Юлия Перцова стала первой, кого впустили в сердце долгостроя. Эксклюзивное интервью с руководителем проекта и кадр, который до этого момента почти никто не видел. Впервые нога журналиста заходит внутрь этого комплекса. Добро пожаловать. В составе нашего комплекса гостиница, два здания апартаментов и у нас в составе офисное здание. Все это работает одним единым целым. У нас под нами, мы стоим на двухуровневом подземном паркинге. Соответственно, и вся концепция, которая была, она остается. Какая готовность объекта сейчас? Предыдущий инвестор хотел успеть к чемпионату мира по хоккею. Складывались всевозможные усилия. Большую готовность имеет гостиница. Над остальными зданиями самого комплекса еще предстоит потрудиться. Чемпионат мира по хоккею, который будем принимать мы вместе с Латвией. Задача выполнима? Первое, что хочется отметить, что вопреки всем слухам, которые сейчас ходят вокруг этого объекта, работы в полном мере возобновлены. Инвестор создает все условия для того, чтобы ввести этот комплекс в эксплуатацию в четко установленные сроки. Мэр даже сказал, что, возможно, даже и раньше есть такие перспективы. Вы знаете, хочется подчеркнуть вообще неоценимую поддержку городской администрации. Сколько мы уже здесь работаем, если мы понимаем, что с таким профессиональным подходом стороны властей города и вообще профильных структур города все сроки по строительству будут выдержаны. Именно этот вид, комплекс, закрыл с проспекта независимости. Очень много минчан, которые были недовольны строительством этого комплекса. Чем вы будете компенсировать? Я с вами согласен. Я могу сказать следующее, что пока весь комплекс не завершен полностью, трудно определить, как это будет все выглядеть. Для человека, который не видел окончательного решения, этот объект станет, я думаю, украшением столицы и того места, где он находится. Есть четкое представление и понимание, что в конечном виде это будет одно из, скажем так, наилучших и наикрасивейших зданий города. Комплекс масштабный. Сколько этажей здесь? Значит, мы имеем выше, скажем так, отметки земли 11 этажей и еще ниже 2 этажа. То бишь, гипотетически их 13. А уже известно, сколько апартаментов будет? Ну, апартаменты у нас имеют пока что свободную планировку. Могу сказать, что ориентировочная площадь двух зданий апартаментов примерно 16 тысяч квадратных метров. Почему Сбербанк Капитал все-таки решились на это? Сбербанк Капитал, как инвестор, имеет свой огромный опыт, имеет свою наработанную базу, имеет просто великолепный инженерно-технический персонал, который оценив всю перспективность данного проекта, всю важность данного проекта для города. В любом случае взялся доводить этот проект до самого конца. В подвале-то воды нет? Нет? Есть? Обязательно подвала. То, что, да, ходят слухи, что у нас тут потоп, что строители перемещаются на лодках по подвалу. На самом деле, такого нету, потому что, во-первых, в проектах предусмотрены все защитные мероприятия. Во-вторых, в уровне паркинга предусмотрены водосборные приемки, где постоянно работают насосы, которые просто не дают этой воде туда попасть. И уже на уровне, минус второго уровня паркинга выполнена отделка. То бишь, стены, всего. И если бы там были на самом деле какие-то вопросы, то я думаю, что ее бы там уже не было. А дизайнеры, с кем хотите работать? Что касается гостиницы, ведется большая работа и со стороны инвестора, и со стороны заказчика касательно оператора. Поступают первые конкретные предложения. Приезжают сюда инженерные группы, которые оценивают. Но мы понимаем, что тот или иной оператор, который будет определен, он имеет четкий свой брендбук, своими дизайнами, своими технологическими процессами, с расстановкой мебели, с всей технологией всей гостиницы. И как это обычно бывает, уже под заданием непосредственно оператора выполняется так называемый раздел интерьеры и дизайн. Все-таки этот комплекс находится в Минске, в столице Беларуси. А какая-нибудь фишка, которая бы подчеркивала нашу страну? Мы сейчас стоим на пороге смены концепции касательства малой архитектурных форм. То бишь это будут, скажем так, небольшие дизайнерские произведения искусства с подсветками, с клумбами, которые подчеркнут внешний вид парковый, добавят больше зелени. И в общем и целом это будет очень сильно сочетаться вот со всем, что окружает здесь, вокруг. То есть на территорию отеля этого комплекса может зайти любой меньшанин и гость нашей столицы? Я правильно поняла? Вся прилегающая территория, она будет открыта для посетителей. Планируется то, что со стороны реки Свислочь, вот возле Белодорожки, будут в любом случае точки общественного питания открытые, какие-то рестораны. Здесь будут зоны отдыха. И все желающие, кто прогуливается по парку, просто отдыхает, идет куда-то, может этим воспользоваться. Вот, кстати, одним из главных условий Минска для нового инвестора было восстановление участка велодорожки в парке Горького. Из-за стройки маршрут прервался и принес неудобства любителям велопрогулок. Инвестор обещание выполнил. Лично убедился в этом Андрей Шорец. Мэр Минска, как и все минчане, конечно же, заинтересован в счастливом финале этой стройки. Комплекс, который стал благостроем, он вызвал общественный резонанс в виде минчан. И он закрыл вид на парк. Пришлось снести памятник архитектуры первой минскую электростанцию. Но, может быть, получится сделать из этого объекта достопримечательность? Ну, я уверен, что подходы Банка России достаточно современные, профессиональные. Я уверен, что здесь появится и отель, и другие объекты, они в какой-то степени, я думаю, будут украшать город. Я думаю, что и с электростанцией мы разберемся, найдем ей достойное место. Поэтому и благоустроим набережную, и парк приведем в порядок. Я думаю, что через несколько лет это будет достойным объектом город. Ну, если долгостроенной независимости на устах людей несколько лет, то тема ЖКХ вечная. Было бы неправдой сказать, что в нашей стороне эта система не работает. В городах полно прекрасных домов, ухоженных дворов, образцовых подъездов. Но тема такая чувствительная, что любой просчет коммунальщиков разом бьет по большому количеству людей. Оттого и резонанс такой. Одной из таких проблем, это касается старых домов, является состояние лифтов. Это вопрос не столько эстетики, сколько безопасности. И здесь, похоже, мы на пути к решению глобальной проблемы. Перед производителями лифтов поставлена амбициозная задача полностью обновить оборудование до 2020 года. С одной стороны, это хорошая возможность заработать, а с другой, кто за это все заплатит. Ведь в стране треть лифтов старше 25 лет. В теме разбирался Дмитрий Титов. Дом 97-го года, а внутри выглядит на все 100. Екатерине все чаще приходится подниматься по лестнице. Виной тому пугающие звуки у лифта. Жильцы давно между собой называют его сатаной. Поедешь вверх, свет пропадет. Спустишься вниз, застрянешь. Раз в неделю здесь в подъезде точно встречают механика. Раз в неделю это точно может поломаться. У меня маленький ребенок. Тяжело, очень даже тяжело, потому что иногда лифт, он, как говорится, совсем старый, немножко потрескивает. Иногда страшно ездить. Прав был Иван Васильевич. Замуровали. Замуровали демоны. Согласен и Виктор Николаевич. Зам директора по производству могилевских лифтов считает устаревший парк серьезной проблемой, которой уже более 25 лет. Большинство лифтов, как и у нас в стране, так и в постсоветском пространстве требуют замены. На проблему обратил внимание Александр Лукашенко на семинаре по ЖКХ и поручил отремонтировать все лифты в стране до 2020 года. Технологии совершенствуются с каждым днем, а сроки, например, эксплуатации лифтов по-прежнему где-то 25 лет. Может, пора подумать над их увеличением, над повышением эксплуатационных характеристик. Ведь речь идет о достаточно дорогом оборудовании, которое должно оправдывать свою цену. Вы не только о собственной прибыли должны думать, но и о решении государственных задач и о безопасности граждан. Белорусские лифты занимают целую колонку в латвийской газете. Отдельное печатное издание по теме ЖКХ, где наш производитель на хорошем счету. Местные управляющие рекомендуют собственникам квартир принимать решения именно в пользу белорусских лифтов. Ведь там решения принимают собственники, и деньги платят собственники, никто не помогает. Они, конечно, не такие комфортные, как немецкие, например, или бельгийские, но они дешевле, проще, понятнее местному населению. Сегодня в стране чуть менее 40 тысяч лифтов в жилом фонде. И почти 30% уже отработали свой срок службы – 25 лет. Среди них и лифт по улице Есенина. Я только один раз дозвонилась, когда мне нужно было так, что 15 дней дозвониться. В ЖСИ говорят, обращайтесь по такому номеру, которому я сказала. Все. Техосмотр у нас, как правило, должен проводиться раз в неделю. Если организация, обслуживающая лифты, не справляется со своей работой, то здесь на помощь должны прийти специалисты Газпромнадзора. Именно они отвечают за безопасность подъемных сооружений. Существует государственная программа по замене лифтов. Она называется «Безопасный лифт». Эта программа действует с прошлого года. По этой программе спланирована замена свыше 11 тысяч лифтов до 2020 года. Это машинное помещение нового лифта, который, скажем, в два раза экономнее старого. Впрочем, разницу можно увидеть даже и по картинке. Это сердце лифта, которое находится здесь аж с 77-го года. Многое в этой станции управления уже даже не производится, а это значит, что мозги устарели. Сегодня можно обойтись и вовсе без машинных помещений, спрятав всю начинку в корпус лифта. Эта технология позволяет не только сэкономить площадь, но и удешевить стоимость жилья. К этому пришли финны, подтягиваемся и мы. В схеме размещения присутствуют определенные плюсы, которые именно касаются пространства и возможности размещения кабины большего объема в шахте того же размера. Также есть технологии, которые позволяют существенно сократить потребление электроэнергии, снизить уровень шума. Реинкарнируют даже панельки и сталинки, устанавливая лифты на фасаде зданий. Могилев Лифтмаш заявляет, что готов подстраиваться под любого заказчика. Предприятие полностью закрывает потребности постсоветского пространства. Катаются на наших лифтах в Монголии и Венесуэле в планах поставки в Сирию. Удастся ли обновить собственный рынок и пойти на удешевление? Мы не боимся этого большого заказа, потому что это все лифты, так сказать, нашей серии. 400 килограмм. Старые дома, проектная документация была именно разработана по 400 килограмм. У нас есть реально ресурсы увеличить свой выпуск продукции на данный момент, но при условии ритмичной поставки заказов по Беларуси. Около 10 тысяч лифтов придется поменять в Беларуси за три года. По словам представителей Министерства ЖКХ, жильцы домов не будут принимать участие в финансировании этого проекта. Все ляжет на плечи местных исполкомов и будет проводиться за счет бюджетных средств. Конечно, для реализации таких объемов замены лифтов понадобятся дополнительно привлекаемые источники. Мы сегодня рассматриваем в том числе и приемлемые кредиты белорусских банков для выполнения данных мероприятий, поскольку сегодня ставка рефинансирования и условия кредитования в принципе приемлемы. За прошлый год в модернизацию производства Могилев «Лифтмаш» вложил порядка 10 миллионов рублей. Главная задача – удешевить продукцию, не снижая качество. В планах увеличить и сроки эксплуатации лифтов. Состояние кабины лифта зависит в первую очередь от самих жильцов. А вот чтобы поменять полностью все оборудование, понадобится примерно месяц. В главном эфире Дмитрий Титов, Андрей Ястребов, Николай Рузавин и Дмитрий Чумак. Масштабную стратегию развития науки в стране до 2040 года обсудили на этой неделе в правительстве и парламенте. Проект и документы разработаны накануне проведения Второго съезда белорусских ученых. Форум станет ключевым событием года науки. В научно-технологической программе собраны конкретные предложения, как успеть за индустрией 4.0 и не отстать от общества 5.0. А долю инновационной продукции в общем объеме производства белорусских предприятий планируется повысить с нынешних 16% до четверти. Надеюсь, помочь в достижении цели смогут перспективные разработки, представленные на глобальном форуме молодых ученых. Он собрал на неделе в Академии наук более 300 инноваторов из 12 стран. Здесь не просто выступали с докладами, демонстрировали идеи. Каждая работа получила оценку именитых ученых. Год науки еще не завершился, но первые итоги мы решили подвести уже сегодня. ТОП-3 разработок 2017-го от Академика Сергея Чижика и даже погружение в нано-клеточный мир. Ксения Рапчинская побеседовала с ученым о насущном и самых смелых мечтах. Сергей Антонович, мы с вами встречаемся на выставке, которую еще несколько лет назад и представить было невозможно, потому что, как я поняла, все, что здесь есть, напечатано на 3D-принтере. И знаешь, что Академия наук давно работает над этим направлением и не без успехов. Вот, например, напечатано первое 3D-сердце уже, да? А что еще есть? Что нас ждет? С этим направлением аддитивные технологии связаны большие ожидания человечества, я бы сказал. Это новый тип производства, цифровое производство. Еще иногда его вписывают в индустрию 4.0. И, конечно, больше всего возможностей продемонстрировано в области печати полимером. Вы привели пример сердца, но это еще не то сердце, конечно же, это тренировка. Это может быть для отработки процедур, операций. Суставы сделаны, картографирование проведено на базе 3D, цифровых, допустим, томографических снимков. Но сегодня мы проводим печать металлом и керамикой. Вот это очень сложная вещь, потому что требуется работа в высоких температурах, более тысячи градусов. И вот, например, как можно представить создание вот такой сложной по форме структуры традиционным методом. А это напечатано. Или вот прототип сустава. Это, конечно, прототип, но это материал, во-первых, поростный. Он хорошо биологически совместим. Титан, он может прорастать. Например, медики обратились для планирования сложной операции на подрастающем организме. Нужна была корректировка сустава. И представить, как устроен сустав, каким образом нужно проводить разрезы самой кости. Невозможно было просто на компьютерном снимке, даже 3D-снимке. И мы вот таким образом помогли нашим ортопедам, которые именно на растущем, на подростковом организме делали операции. Но и заинтересованность очень большая. Я думаю, следующий этап, это будет печать биологическими чернилами, содержащими клетки пациента. И это уже будет живое. Если пока мы только проектируем, а дальше это может быть вживлено. Но, мне кажется, будет очень перспективно изготовление заплаток на сустав. Чтобы не делать вот эту травмо-тяжелую операцию по смене сустава, искусственным суставом. Это может быть решено просто созданием заплатки, напечатанной 3D-принтером. Год науки еще не завершился, да? Но вот лично я, как журналист, точно за это время узнала намного больше. Что из того, над чем сейчас трудятся наши ученые, станет нашим завтра? Вот, может быть, назовите ваш личный топ-3 от Академика Чижика. Да, за год, в последнее время разработки, я бы назвал электромобиль все-таки, он вполне достаточно интересный. Хоть это еще не Тесла, но он уже, думаю, найдет продолжение. И вот интересно, мы сегодня пробируем все-таки наш накопитель энергии отечественного на совершенно новых принципах. Он позволит сделать его легче, мобильнее и намного дешевле. И это вот именно толчок в будущее. Это электрический транспорт, это даже беспилотный транспорт. Ну и, я думаю, интереснейшие результаты в биотехнологиях. Сегодня мир, вот, интересный проведен анализ и считается самым инновационным. С высокой отдачей это направление пищи, питания. А что у нас здесь в пище питания удивляет? Ну, вы знаете, наша аграрная отрасль неплохо работает. И это благодаря тому, что работают ученые. И вот, конечно, 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 здесь нужно тоже быть в тренде, нужно новое предлагать. Это сегодня хороший экспортный потенциал для страны. Сергей Антонович, это лаборатория, как я понимаю, ваша альма-матер. Вы ее идейный вдохновитель, в свою очередь. И, насколько я знаю, этот институт был одним из самых закрытых и секретных в советское время. Здесь занимались тематикой звездных войн, разработкой оружия для космоса. Чем занимаетесь сейчас? Действительно, это один из основных результатов моей научной работы. Это выход на создание отечественной модели и производство атомно-силовых микроскопов. И главное их адаптация, приспособление для разных видов задач. Ну, вот научные задачи в области материаловедения, нанотехнологий. Это метод, который позволяет сделать разрешение около одного нанометра. И самое главное, в обычных условиях воздуха, при комнатных температурах, не нужно вакуум, не нужно декорирование, покрытие объекта. Вот он такой надежный, в любых условиях может работать. Пошло развитие дальше в промышленность, это в электронику, это действительно комбайны, которые позволяют стоять на технологических линиях и контролировать субмикронную электронику и наноэлектронику. Это недоступно для оптики, очень сложно в электронной микроскопе, это возможно. Ну и плюс еще, конечно, используемое в биологическом направлении, это анализ клетки, эластография клетки, 3D-визуализация. У нас есть сейчас пробы нанотомографии, то есть мы видим клетку, и плюс еще органеллы можно прощупать, не разрушая ее. И работа, конечно, еще в стадии развития, но мы надеемся, что от этого она будет продолжать жить. Какой, на Ваш взгляд, самый главный итог года науки? Наука становится более понятна народу, людям, что она, в общем-то, становится и более востребуемой. Мы очень плотно работаем с министерствами, в частности, с министерством промышленности. Ну и, конечно, есть конкретные результаты, на которые мы работали, работали очень интенсивно. Год для нас пролетел, очень быстро, конечно же, но кое-что мы и показали, и еще даже покажем до конца года. А завесу тайны приоткроете? Суперкомпьютер, например. Персональный или портативный, можно сказать, суперкомпьютер. Он может стоять в лаборатории, но позволяет решать колоссальные сложные задачи с большим количеством данных, обрабатывать бигдейта. И, конечно же, выход здесь на искусственный интеллект. И здесь IT? Здесь IT обязательно. А IT везде. Я поняла. Спасибо большое вам за интервью. Желаем вам удачи и дальше. Спасибо большое. Спасибо за ваше внимание к нашей работе. Работники гражданской авиации сегодня отмечают свой профессиональный праздник, с чем мы всех вас поздравляем. В нашем привычном понимании авиации это самолеты, вертолеты, аэропорты. Но с недавних пор пилотами стали называть и всех, кто запускает в небо дроны. В Беларуси даже появилась Федерация беспилотной авиации. Квадрокоптеры или беспилотные летательные аппараты уже формируют целые сегменты экономики. Но готова ли законодательная база для такого стремительного прогресса? А нам летать охота анализировала ситуацию обозреватель Олеся Высоцкая. Субтитры создавал DimaTorzok На таких фестивалях проводятся и всевозможные развлекающие мероприятия. Кто совершит лучше посадку на маленький какой-нибудь пенек, или облетит змейкой деревья, или пролетит небольшое кольцо. То есть вот такие вещи повышают навыки пилота, выставляют вас задуматься о том, что вы видите не через камеру дрона. Сегодня дроны снимают видео с качеством кино, разгоняются до 170 км в час на соревнованиях, несут грузы, возвращаться могут самостоятельно на точку отлета, и поднимаются выше облаков. Правила не успевают за технологиями. Стоят вопросы безопасности, приватности, контроля, причем во всем мире. Вы должны иметь в виду, что ближе там 40 метров лучше не подлетать к людям, опять-таки с точки зрения безопасности. Такие правила в виде 50 метров к зданиям и к людям введены в Европейском Союзе в большинстве стран. Все о неожиданностях для пилотов в Беларуси знает Глеб Бондарик. Дронами занимается более пяти лет. Теперь и под крылом Белорусской Федерации беспилотной авиации. Создана в апреле 2017-го. Мы доказали, что беспилотные системы, они нужны народному хозяйству. Знаменательное событие легализовано частота 2,4. Любой, кто хочет дроном браздить небо над Белоруссией, должен вступить в Федерацию, получить членский билет, спецмарку, которая клеится на беспилотную систему, удостоверение. Федерация добивается создания грамотной правовой базы. По действующему воздушному кодексу даже детская игрушка до 100 граммов – это грозный летательный аппарат. Это как минимум 4 сертификата. Сертификат эксплуатанта, сертификат летного персонала. На данный момент, сами понимаете, что это тупик для использования небольших систем, которые весом до 25 килограмм. Многие страны столкнулись с такой же проблемой, не приспособленным для массового появления дронов в нашей жизни законодательством. Отдельные белорусские нормы ставят вне правового поля новые сегменты рынка. Например, оперативные съемки для телевидения и рекламы, онлайн-телетрансляции с квадрокоптеров. Но если они без коммерческой основы, тогда проблем нет. Хотя благотворительность в сфере услуг – это абсурд. В течение 7 дней вам надо предоставлять Министерству обороны отснятый материал. И только по заключению Министерства обороны вы можете его публиковать. Летать можно не выше 100 метров, и дрон должен быть в поле прямой видимости. Кстати, тоже вопрос, кто должен за этим следить, как фиксировать нарушения, как наказывать. Если на дороге сотрудник ГАИ, то кто должен быть в небе? Если сохранить воздушный кодекс касаемо беспилотников в том виде, как оно есть сейчас, это погубит просто-напросто нарождающуюся отрасль. Мировой рынок услуг с беспилотниками оценивается в 139 миллиардов долларов. Дроны уже – помощники, превосходящие соперников по цене и качеству. Пионеры в Беларуси – лесничество, из экзотики, ловля браконьеров подсчет животных и выявление лесных самогонных заводов. По отчете беспилотники у пограничников, спасателей, метеослужб отрабатывают технологии силовики. Как машинам в городе нужны ПДД, так и дронам необходимо нечто большее, чем устаревшие правила. Технологии идут к тому, что в небе над городами дронов будут не десятки, а миллионы. И в этом уверены разработчики дронов-курьеров с доставкой товаров на подоконник. В Беларуси задождило не самое лучшее время для полетов дронов, зато идеальное для законодателей. Что нужно сделать, чтобы целый сегмент экономики не вылетал за правовое поле? Вопрос адресуем специалистам. Проблемой вплотную занялся парламент. Андрей Рыбак – руководитель профильной комиссии. Ожидает, что законопроект с новеллами для Воздушного кодекса будет рассмотрен уже в этом месяце. Акцент на безопасность. Госвоенпром и Минтранс предлагают сертифицировать, во-первых, те аппараты, которые сегодня есть, вести реестр, для того, чтобы определять, какие сегодня показатели и какие характеристики должны контролироваться и обеспечивать безопасность этих полетов. Сертификация предполагается от 7 килограмм. Хотя мы знаем, в России это граница 30 килограмм. Есть мнение, что золотая середина, которую устроят все стороны, законодатели, контролеров, пользователей и бизнес, пока не найдено. И здесь стоит учесть принцип «не навреди», уверены в Минобороны. В редакции, предлагаемой Воздушного кодекса, не содержится норм, которые регулировали порядок использования воздушного пространства гражданскими беспилотными летательными аппаратами. Те нормы, которые предлагается рассмотреть, они в основном касаются вопросов сертификации. На сегодняшний день ни в одном государстве не выработана система нормативно-правового регулирования, которая бы обеспечила интересы государства. Как по вопросам безопасности, так и экономические интересы. Если в небе над Беларусью будут все же летать миллионы дронов, как заявляют стартаперы, они должны быть под контролем и не мешать всем остальным. Выстроились же когда-то порядок в небе для самолетов. Теперь черед за дронами. Создать такие условия, которые бы дали возможность инвестировать заинтересованным индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в технологии, связанные с применением беспилотных летательных аппаратов. Излишние требования может оттолкнуть, скажем так, сервую зону. По прогнозам экспертов, уже через 20 лет беспилотники будут бороться с коррупцией, отслеживать выбросы вредных веществ в океанах, доставлять грузы куда угодно и помогать фермерам спасать урожаи. Приносить миллионы отрасли может уже и сейчас, если законопроект примут в первом чтении. Начало трансформации будет положено, а это уже радует. Ко второму чтению мы все эти изменения, все эти предложения постараемся учесть. А пока кодекс пишется, дроны развиваются. За те минуты, что вы смотрите сюжет, в мире наверняка придумали, как добавить беспилотникам еще функции. Они могут нести не только позитив, но и угрозу. А это значит, к кодексу нужны будут грамотные подзаконные акты, правила, которые смогут гибко меняться вместе с развитием технологий. Олеся Высоцкая, Виталий Дишкевич, Павел Романене наблюдали за дронами в главном эфире. Это главный эфир. Смотрите во второй части программы. Любой может оказаться на месте Батте. Сменится ли лидер нашего футбола? И бита ли Батте карта с пенальти? К почетному трофею прилагается и путевка в Лигу чемпионов. А способны ли те, кто свернул горы дома, изменить ландшафт на чужом поле? Буря эмоций под гром овации. Так где звезды сходятся с простыми зрителями? Должно быть вмешательство прямое государство в политику, прокатанную в стране и производство фильмов. Листопад, будни сбора киноурожая о вопросах, актуальных даже в праздник. Истории судьбы сплетены воедино в орнаменте, что в сердце носит каждый. Орнамент – это геном человека. Белорусский узор как ДНК народа и личный оберег всего государства. Не сей безумовно, вот стоит глобильный зашифрованный код нации. Считывай послания в нашем эфире. Вторая часть и снова о главном. Карлес Пучдемон, отстраненный от должности главы Каталонии, сдался бельгийской полиции. В течение суток суд рассмотрит его судьбу. В четверг в Мадриде был подписан международный ордер на арест политика. В Испании ему грозит до 30 лет тюрьмы по обвинениям в мятеже. 8 соратников Пучдемона уже помещены под арест. Я напомню, Пучдемон был организатором референдума о независимости Каталонии. Итоги этого плебисцита не были признаны ни в Мадриде, ни мировым сообществом. После того, как Барселона официально провозгласила суверенитет, региональный парламент был распущен. В декабре в автономном сообществе состоятся досрочные выборы. Дональд Трамп собирается ликвидировать грин-карт. Громкое заявление президент США сделал после теракта в Нью-Йорке. Ведь манхэттенский террорист Сейфуло Саипов эмигрировал из Узбекистана в США благодаря лотереи. Также Трамп поручил силовикам приступить к реализации чрезвычайной программы проверки беженцев. В канун Дня Всех Святых Сейфуло Саипов задавил 8 пешеходов в центре Нью-Йорка. На допросе радикал, вдохновлявшийся идеями исламского государства, признался, что планировал доехать до Бруклинского моста. В своем твиттере президент США потребовал приговорить экстремиста к высшей мере наказания. Является ли это давлением на суд, правозащитные институты не сообщают. Эксперты, кстати, отмечают, что чаще всего от действий исламистов страдают сами мусульмане. Примеры сегодняшний теракт в лагере беженцев в сирийском ДРС Зоре. Жертвами смертника стали более ста человек. Кризис безопасности, пожалуй, главная мировая тема недели. Сразу два громких убийства произошли в Украине. В понедельник в Киевской области был обстрелян автомобиль Адама Осмаева. Это командир чеченского добровольческого батальона, который принимал участие в конфликте на Донбассе. Осмаев получил ранение, его супруга Амина Акуева погибла. В пятницу из севера Донецка пришли сообщения об убийстве главы местной фракции Петра Порошенко Сергея Самарского. Тело депутата было обнаружено неподалеку от его квартиры. Следствие полагает, что Самарского убили ударами кирпича по голове. Исполнители и заказчики обоих убийств не найдены. Напомню, на минувшей неделе вся Украина обсуждала громкое покушение на депутата-националиста Игоря Масичука. В этом деле следствие также пока не продвинулось. Все эти происшествия случились на фоне очередного обострения отношений Киева с Варшавой. Глава польского МИД Витольд Вощаковский вновь поднял тему героизации бойцов УПА в Украине. Дипломат заявил, что Польша готовит черные списки украинских политиков, которые поддерживают действия националистической формирования середины прошлого века. Варшава намерена запретить фигурантам списков въезд на территорию Польши. Исторические вопросы давно остаются камнем преткновения в польско-украинских отношениях. Варшава ждет извинений за учиненную бандеровцами в 40-х годах волынскую резню. Ее жертвами стали десятки тысяч поляков. Украинцы же нередко вспоминают об этнических чистках, которые устраивали на их территориях бойцы польской армии Краевой. По-своему вопрос исторической справедливости решили в Латвии. Сейм бывшей Советской Республики принял поправки, которые уравнивают в статусе ветеранов Красной Армии и бывших бойцов Бермахта. После вступления закона в силу, воевавшие на стороне гитлеровцев латыши смогут рассчитывать на социальные льготы. Но все идет к тому, что в какой-нибудь европейской стороне все-таки появится памятник Гитлеру. Еще одной кульминацией этой недели стало открытие Минского международного кинофестиваля «Листопад». Белорусскую киноосень с нетерпением ждали не только заядлые любители полного метра, но и создатели концептуальных фильмов. Наш «Листопад» давно вышел за географические рамки постсоветского пространства. Авторы из 55 стран мира в этом году приехали на кинофорум. Звездное дефиле по красной дорожке прошло в кинотеатре «Москва». Замкнул киношеренгу почетный гость фестиваля этого года. Создатели всеми любимых картин «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» Владимир Меншов. Народный артист РСФСР удостоен специального приза президента Беларуси за сохранение и развитие духовности в киноискусстве. Оскароносный режиссер приехал в столицу всего на несколько часов, но тем не менее нашел время для беседы с главным эфиром. Владимир Валентинович, спасибо вам большое, что вы нашли время в вашем таком сложном достаточно графике, я уверена. Как обстоят дела, собственно, с этой духовностью в кинематографе, на ваш взгляд? Поуменьшилось ее на мой вкус. Может быть, это старческое ворчание, я не знаю. Но мне кажется, что в наше время было и в жизни, и в произведениях искусства больше духовности и трепета духовного. Это просто входило в какое-то обязательное условие социалистического реализма. Собственно, и Голливуд по этому же принципу работал. Я не понимаю кинематографа и вообще искусство, которое не оставляет надежды. Я не понимаю, для чего оно. Это может быть каким-то редким исключением, но принципиально мы, люди, выросшие в послевоенные годы, и искусство, впитывавшее тех лет, оно все давало надежду. В этом было его назначение, искусство. Сейчас вот то ли от сытой жизни, то ли, я уж не знаю, но во всяком случае это снимают не люди, которые плохо живут. Московские, достаточно обеспеченные мальчики любят очень снимать безнадегу. Все плохо и будет еще хуже. Боюсь, что вопрос просто в моде. Это модно, это объявлено правильным, нужным. Это не отражение каких-то глубинных процессов, мне кажется, а просто мода. В хороших сценариях нуждаются всегда, в том числе и в Беларуси. Сейчас очень много объявлено конкурсов на реализацию разных идей, в том числе о Беларуси, о Минске. Приглашаются молодые люди для того, чтобы они присылали свои какие-то идеи. Москва слезам не верит. Это ведь был госзаказ, то есть госплан определенного характера. И это был конкурс сценариев, да? Он занял третье место из трех возможных. Первые два никто не занял. Он считался аутсайдером. Даже так? И этот сценарий, и я, выбравший этот сценарий, он предлагался некоторым режиссерам. Они от него отказались. И очереди не было, да, на реализацию этой идеи? Я был единственный в этой очереди, поэтому меня утвердили на этот фильм. Кризис сценарный существует, он не только у нас. У нас он очевиден, но и в Голливуде, который имеет право снимать сливки со всего мира, по-моему, исчерпали сюжетные ходы. И думаю, что надо какое-то отрезвление и остановиться, задуматься, что мы делаем. Это же этот конвейер, который по производству фильмов, он к добру не приведет. Предложение о том, что можно было бы квотировать прокат зарубежных фильмов, ну, в частности, вот американских, да? Вы еще не отказались от этого замысла? Нет, не отказался. И нас все больше и больше. Тех, кто считает, что должно быть вмешательство прямое государство в политику прокатную в стране и производство фильмов. Вы часто, кстати говоря, возвращаетесь к теме возвращения системы госкино, вот той самой. А в чем ее преимущество? Вот так, чтобы мы понимали, современные люди, которые, ну, мало имеют представления, вот я имею в виду даже свое поколение. Вы для меня, пожалуйста, поясните, в чем преимущество? Скажу вам, как это было, по меньшей мере, почему мы все вспоминаем с ностальдией такой светлый этот период. В наше время это был тематический план, и этот хорошо, как выясняется, потому что должны быть фильмы о школе, об армии, о трудящихся на заводе, о сельском хозяйстве. И что в этом плохого? Например, первая картина Хуциева была «Весна на Заречной улице». Очаровательная, замечательная картина, ставшая киноклассикой. Но это была картина о рабочем классе, она шла под этой рубрикой. Это было нужно. И почему мы сейчас не должны снимать про это? Как раз в Беларуси сейчас идет и выставлено на общественное обсуждение законопроект о мерах по стимулированию развития кинопроизводства. Я так понимаю, что для России это тоже актуальный вопрос. И вот с этой точки зрения вы как человек опытный, человек, который знает, наверное, все стадии производства, кинопроизводства. Все-таки какие могут быть эти меры? Вот сейчас нет системы. Просто нет системы. Мы предлагаем, например, такие люди, как Меньшов, Шахназаров, Говорухин. Да и там много народу, которые предлагают вернуться к централизованному управлению. По крайней мере, тогда выстраивается некая стратегия нашего кинематографа. Владимир Валентинович, не могу вам не задать вопрос, который касается не только российского общества, но и белорусского общества. Наверное, все постсоветское пространство наше. Это искажение истории в киноискусстве, в частности, когда в погоне, возможно, за каким-то художественным вымыслом. Искажается история, будем говорить откровенно. А также о тенденции антисоветизма. Кроме того, сейчас мы видим, что в странах Прибалтики сносят памятники тому же Ленину. Как вы относитесь к этим явлениям, которые происходят в нашем обществе? Ну, как же, резко отрицательно. Тем более, что мы с вами разговариваем о преддверии столетия Октябрьской революции. Это, безусловно, планетарного масштаба событие, которое нивелируется. Ну, было такое, заварушка была у нас в 1917 году. Было в ряду событий, которые в 20 веке происходили. Вот так мы и отрекаемся от самих себя. Но я думаю, что к 150-летию этого события многим, кто до него доживет сейчас, молодым, будет вспоминаться, что как мы могли. Я уверен, как мы могли вообще относиться с таким беспиететом к этому событию. Оно все равно вырастет в глазах страны, в наших глазах вырастет. Я в этом уверен. Большое вам спасибо за глубокий анализ проблем наших социальных, в том числе, не только кинематографических. Всего доброго. И мы всегда рады видеть вас в Минске. Спасибо. Вернуть забыть нельзя. Знаки припинания в этой фразе в определенные периоды истории Беларуси расставляли по-разному. Художественные, книжные, геральдические раритеты, которые столетиями находились на нашей земле, сегодня являются предметом гордости музейных фондов по всему миру. Вернуть шедевры на историческую родину, кажется, что может быть проще. Но в современном мире действуют жесткие политические, дипломатические и правовые нормы. Доказать, что ценности покинули нашу территорию незаконно, вот основная проблема сегодня. И на ее решение направлена огромная сила от политиков, юристов, международников, законодателей до историков, общественных деятелей и людей, кому просто не безразлично наше наследие. В Беларуси при Совете Министров действует специальная комиссия, которая занимается вопросами реституции. На ее последнем заседании выработан конкретный план работы и обозначены позиции, на возвращение которых мы можем рассчитывать в ближайшее время. О вопросах реституции без купюр. Елена Бормотова. Грифон возвращается на родину, в белорусский мир. Ранее работа западноевропейских мастеров украшала одну из кресел в замке. Предварительное экспертное заключение датирует предмет 16 веком. На металле разрыв от пули. Скорее всего, следы шведской войны, либо войны 1812 года. Передача раритета проходит в Белорусском фонде культуры. Именно здесь вот уже почти три десятилетия занимаются возвращением нашего национального наследия. Наша скарбница пополнилась еще одним артефактом. И безумовно не так шмат оригинальных речей находится в нашем музее. Вопросами реституции Беларусь занялась одновременно с обретением независимости. Исследовательская работа по выявлению национальных шедевров, их описание, введение в научный оборот. Несколько тысяч предметов систематизированы и описаны в восьми томах сборника возвращения. Часть предметов уже удалось вернуть. И сегодня они являются национальным достоянием. Это слудские пояса, памятники книжной культуры, архивные документы. Вертание реального – это очень складанный процесс. Во-первых, оно физично-элементарно, когда нечто не в сегодняшнем обиходе, то оно уже зафиксовано, как материалы того-то архива, того-то музея. Это уже нужно сдымать зулику. Это целая процедура. Исследовательская работа по выявлению и фиксации раритетов продолжается. Список того, что было вывезено из Беларуси, постоянно увеличивается. База данных направлена практически во все посольства нашей страны за рубежом. К поискам подключаются дипломаты. Только благодаря совместным усилиям сегодня известно о местонахождении 95% всей коллекции вооружения и доспехов родивилов. Не исключено, что в скором времени предметы, которые сейчас хранятся, скажем, в музее Нью-Йорка, будут выставлены в Несвежском замке. И уже точно известно, что в Могилев приедут полотна нашего белыницкого берули из фондов Третьяковки и Эрмитажа. Сейчас ведется работа над библиотекой Хребтовичей, чтобы их вернуть тоже. Возможно, сейчас обсуждаем условия. Понятно, полный возврат весьма сомнителен, тем не менее. Мы говорим о том, чтобы какие-то условия выработать именно цифрового возврата. Говорим о том, может быть, некий депозит. Процесс идет, поверьте мне. Если раньше процесс шел исключительно силами общественной организации, то сейчас задействованы государственные структуры. При Совете министров нашей страны работает специальная комиссия по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот наших сокровищ. И впервые за все время существования разработан конкретный план по возвращению белорусского наследия. В списке значатся два экземпляра букваря 1645 и 1649 годов выпуска, которые сегодня хранятся в библиотеке Королевского университета шведского города Упсала. Пателефоновал в Швецию, мне вельми худко отказали, буквально про 20 хвилин отказали, что так, эти два буквары саправды были в Швеции. На великий жаль, буквар 1645 года зник с ихней библиотеки, пропал. Что интересно, ни исследователи, ни дипломаты, ни представители вертикали власти не называют предметы, которые сегодня в разработке. Могут озвучить лишь те ценности, работа по возвращению которых находится на заключительном этапе. В какой-то мере этот список должен быть тайным, по крайней мере не очень явным, потому что возврат культурных ценностей это тихий процесс переговоров, согласований. И если обнародовать ценность, о которой интересуется Республика Беларусь, скорее всего сложнее будет вернуть, потому что и цены возрастают, если есть возможность купить. Параллельно идет работа над созданием четкого алгоритма действий по возврату наших сокровищ. К сожалению, в Кодексе о культуре этот механизм отсутствует. Две статьи, 77 и 78, касаются реституции культурных ценностей, их возврата. Но, к сожалению, механизма там нет. Там только декларативно сообщается о том, что если вы на что-то взяли, пожалуйста, верните. Крест и в России не полоцкая, и на таких условиях мы не вернем, даже если он всплывет. Одным из федеральных законов Российской Федерации предусмотрена возможность возврата культурных ценностей в Республику Беларусь, в случае, если у нас будет принята аналогичная правовая норма. Поэтому, планируемые в корректировке Кодекса о культуре в 2018 году, мы планируем эту норму включить, что позволит нам уже на законных основаниях претендовать на определенные культурные ценности, их возврату. Реституция осуществляется сразу несколькими путями. Кроме введения в научный оборот, Беларусь сегодня активно возвращает свое наследие путем создания электронных копий. Таким образом, нам удалось вернуть часть библиотеки Радивиллов и Криптовичей и в цифре собрать наследие Скорины. С приблизно 520 ведомых экземпляров введения Скорины у личбовой версии мы уже больше половы вернули. То есть сегодня реально физично доследчики мают махчимость, працавать, бачить, амаль 100% докладную копию, личбовую копию оригинального помника. Еще один метод – фоксимильное воссоздание древних культурных памятников. Беларусы могут вживую листать и читать Скорину, Полоцкая, Слуцкая и Туровская Евангелия. В таком издании сохраняются даже повреждения страниц и пометки на полях. Одним из способов реституции является временное экспонирование культурных памятников. Так, для организации масштабной выставки в Национальной библиотеке в Минск прибыли книжные шедевры из восьми стран мира. В том числе издание Скорины, статут Великого княжества Литовского и Брестская библия. Последней, кстати, в Беларуси нет ни одного полного экземпляра. Параллельно с проведением экспозиции белорусские специалисты начали переговоры с владельцем этого книжного шедевра. Поэтому не исключена возможность, что к моменту завершения депозита этот книжный памятник пополнит белорусские фонды. Именно депозит иногда рассматривается как первый шаг на пути к физическому возвращению наших культурных ценностей. Так произошло с портретами радивиллов из коллекции княжеского рода Гогенлоя. Изначально их привезли на экспонирование в замковый комплекс «Мир», а позже они навсегда стали частью коллекции этого музея. О возвращении культурных ценностей в главном эфире Елена Бормотова, Андрей Христин и Алексей Правдиков. Код нации и ДНК белорусского народа зашифрованные символы как сильнейший оберег страны. Ровно сто лет назад был создан орнамент, который сегодня расположен на одном из государственных символов – флаги Беларуси. Композицию отдельных символов в общую целостную структуру собрала обычная сельская женщина Матрона Маркевич. Она и подумать не могла, что ее орнамент, который ткался как оберег рода, станет оберегом целого народа. Орнамент на флаге Беларуси появился в 1951-м. К разработке привлекли известного на тот момент ученого, единственного доктора искусствоведения Республики Михаила Кацаром. Родного брата Матроны. К тому моменту родные брат и сестра не общались почти 15 лет. Что же стало причиной? Где сегодня оригинал того орнамента и как народные традиции приняли и трактовали в советском идеологическом обществе? Ответы на эти и многие другие вопросы в специальном репортаже агентствователь новостей «Шифр нации» во вторник, 7 ноября, после панорамы на Беларусь-1. Апелье высокой моды с беларуским колоритом. В зимней коллекции у Диора были абсолютно беларуские орнаменты. Политичная эволюция в аутку и основе челянских кроснов. Сто лет назад она составила орнамент. Чемейный боль и тайна на трибунах ААН. А инакш просто нельга было поступить. Державный символ, як национальный оберег. Орнамент – это геном человека. До стагодзя ромба геометричного элемента. Глядите специальный репортаж «Шифр нации». Сема холестопада, после панорамы на Беларусь-1. А сегодня мы, Иван Михайлов и Елена Насачева, прощаемся с вами ровно на неделю. Что принесет грядущая неделя, узнаем ровно через 7 дней в следующее воскресенье в главном эфире. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова